Туристический сервер Закарпатья и туристический клуб Альпфокс представляют Здравствуйте дорогие друзья и сегодня снова с вами я Сергей Хазадаев руководитель самостоятельного кейтеринг туристического клуба Альпфокс альпийский лис и мы готовимся сейчас будет сбор группы мы готовимся выехать в одно из красивейших мест нашей Украины и родного Закарпатья это западные горганы и так западные горганы точка сбора поселок Калачава сейчас рима начнется я не успел это все она успела Наталья Сушгорода Анатолий группа сборя с Мукачева да ну что первый ролик ничего как бы любительские да звонишь время Доброе утро 6.25 Что случилось Проспала Ну давай у тебя 5 минут Ну ясно Да я знаю твой папа сказал что ты меня сейчас будешь подкалывать Ну так бы было убедительно если бы я не знал Такое впечатление не то что на неделю наверно базовый лагерь только месяц будем Черчилль ну ты нас провожаешь так это ты нас провожаешь ты нас провожаешь тогда провожаешь наш так ну хватит уже мяукать послушный ну что выпили кофе Выпили кофе традиционный в шале и все уже рассаживаемся по машинам Андрей садится в машину Ну все рассаживаются да Все садимся Ну что разворачиваемся потому что Андрей проехал Келичинскую воду А поскольку отъехали буквально пару метров решили развернуться вернуться потому что вода стоит этого Келичинская вода это одна из самых лучших вод практически в Закарпатье Димыч разворачивается И буквально пару метров мы сейчас проедем повернем на Келичинскую воду Что без ручника Попили водичку Так И выезжаем дальше Нас впереди ждет Межгоре После этого перевал и Калачава Ну что московское время сколько Димыч 10.15 10.15 Мы в селе Калачава сделали левый поворот и сейчас Андрей Захаров впереди на Жигуле ведет нашу машину К месту автомобилей командного состава Да, 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 к месту нашей высадки Там мы будем высаживаться, собираться и подниматься вверх Маршрут кольцевой Маршрут кольцевой, не реверсный И сейчас Андрей Захаров И сейчас Андрей Захаров, он впереди на Жигуле ведет нашу машину Ведет нашу машину к месту высадки Мы сейчас будем высаживаться, собираться и подниматься на хребет В сторону, в сторону хребта Пешконя Село Калачава остается слева И маршрут у нас будет кольцевой, не реверсный Сейчас на часах, на бортовых часах, сколько сейчас? 10-17 10 часов 17 минут И мы скоро будем собираться на подъем Ну что, Андрей идет с результатами Ну что, здесь ставим? Можно здесь ставить, да? Еще дальше? Да, подкатываем А, тогда вообще отлично Идет выгрузка Да, серьезно, это все Это все серьезно Группа собирается Вещи уже выгружены Из машины Сейчас машины будут загоняться во двор И легкий перекус И легкий перекус вроде бы намечается Раскладываем все на завтрак Сейчас рюкзаки Сейчас рюкзаки значительно облегчатся После этого перепаковка Анатолий, ты уже все? Анатолий, ты уже все? Анатолий, ты уже все? И мы будем выдвигаться в сторону подъема нашего машины О, Андрей же навигатор смотрит Ну все, последние дома Бычок по дороге нам встретился Поднимаемся дальше Полностью вышли на околицу села Высота Высота у нас 700 метров высота Это уже все показатели Да, но я сейчас брошу все Вот этого места Все, скорости будут Время движения То есть я его, если руками трогать не буду То случайно его не выключу То есть будет писать до того места Пока мы не дойдем Что это у вас идет наладка? Продолжается подъем Двигаемся вверх Сошли из русла ручья На более удобную тропинку Нашел ее Андрей И мы сейчас поднимаемся вверх По ручью Сориентировавшись по GPS навигатору По ручью поднимаемся вверх На пересечении дороги Гора Барвинок С основной дорогой Из села Негровиц Продвигаемся вверх По руслу ручья Необычайно красивая долина После второй большой стоянки Мы выходим Видите осыпь Это осыпь камней Вот такие осыпи называют горгоны И огромнейшая Красивейшая поляна И право по ней Мы уходим Остается еще Порядка 600 метров маршрута По длине По забору высоты Порядка Порядка Метров 250 Поднимаемся на гору Барвинок Вот такой вот Крутой подъем Довольно-таки Трудный Я бы сказал Высота Гора Барвинок 1461 метр Ну а здесь вот такая вот Панорама разворачивается Я вам ее покажу чуть-чуть Вдали, если видно Вы можете увидеть Двигаемся дальше Двигаемся дальше Поднимаемся вверх Ну короче говоря Идет фотосессия Мы вышли Гора Барвинок 1481 метр над нами А вот здесь вот такая Открывается панорама Вот эта панорама перед нами Где-то слева все-таки Хочет нас догнать дождь Я не знаю Как он нас догонит или нет Справа не видим Справа лежит негровец Справа лежит негровец А вот такая вот красота Лежит перед нами Ну а здесь идет Фотосессия Римма, можешь глянуть на меня Вот сейчас видео снимается Все окей Ну вот мы вышли Вышли мы на траверс Римма меня торопит Потому что вот видите Какая погода Здесь тучи Тучи могут нас настигать А нам надо выходить Нам надо выходить на траверс Вот уже впереди ребята И мы сейчас Мы сейчас будем Мы сейчас будем идти По траверсу Ну а здесь слева остается Вот такая вот панорама Негровца Ну что ж Надо идти вперед Римма, ты делаешь селфи? Да Вот такие луга внизу Вот такие луга внизу Долина А мы двигаемся вперед Спустили из горы Барвинок Ветер конечно дует Приближается очевидно дождь Это негровец его окрестности А я Ветерсу уже Разбернулся Я мокрая Ну что ж Дорогие друзья Вы знаете Не всегда увидишь такие кадры Потому что сейчас вот это все реал Это не постановочные кадры И за стенкой палатки И помощники звукорежиссера Сыпят гравий на железный лист Это в натуре Здесь мы Димыч Дима Наталья Анатолий Ужгород Рима Конор Ее муж Конор Анатолий Сейчас Далеко Нет Он по дороге На Киев Ну и с вами Сегодня я Ощущаю Невероятное Блаженство И в такие минуты И в такие минуты Действительно Вот Спать под такую дробь Наверное Это самый Упоительный Сон Ну и классно Димыч Что-то там Насчет чайка Хочет наколдовать Вот Ну а Рима говорит Что ее классно Ну раз классно Значит классно Нет Нет Я думаю Нет Ну смотрите Начался дождь Ровно Как мы поставили Палатку Да И причем Неплохой дождь И причем Дождь Неплохой Дорогие друзья Когда вас спрашивают Что такое романтика Ну очевидно Довольно таки тяжело Ответить на этот вопрос Но лучше всего На этот вопрос Показать Друзья Вот эта кружка Обыкновенная кружка Туристическая Вы знаете Что в ней находится В ней находится Джемисон Вот это Есть романтика Пить под дождем Наверху На вершине В палатке С друзьями С обыкновенной Эмалированной кружки Пить оригинал Джемисон За раз Дорогие матрасники Которые не смогут Почувствовать эту романтику Ух 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 Откутка 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 Так я еще не пью заставлю Ой как классно Мы уже четыре вопили Без закусивания Андрюха, GPS-навігатор показал четко Мы идем по маршруту А что там пишет небо? Какая погода, люди добрые Все нормально? Палатку будем просто нести, нехай сокна Виходи Ну да, не ходи, мне так добре тут зачекай Я еще не выпила Ты чекай на я собі покайку Моя жена покайку У меня тут жопу уже подмогла Не беда У тебя штаны быстро сохнут Правда? Там пусто? Я хотела так покласти Я тебе покладу Так, поставь Не, мы без закуски Закуска градус крадет Не, ну я тебе скажу в натуре Я Джеймисон пил и не один раз Но сегодня очень вкусный Да Или потому что в горах Или Пивичка Реально Не, не, и Джеймисон хорошо Пивичка, я говорю сразу И пивичка Касачка Андрюха зачетный парень Ты только наш человек У меня тоже такие синие зубы У вас синие глаза А у меня тоже Красивейшие Ну, карри для мужа Я не знаю Я смотрю Глаза синие красивые Голубые Синие Блокитные Блокитные Папа, ты что ты не то видишь? Мы просто Ефени наїлись Я смотрю, какие синими субами Я тоже синими субами Ребята, я одно не понял Это что, мы столько выпили? Нет, это не мы Это не для Ютуба Потому что у меня есть отдельно такая вкладка Что осталось за кадром Ага Не, не, я вырезаю Для себя Я вырезаю, да, для себя Что осталось Посмотрим вообще отлично Иерароша, дайте стаканчик Нет, стаканчик нет Тут бутерброды и балстеты будут Зараз? Что с тех бутербродов? Вы попросите Риму Сергеевну Она вам кое-что расскажет И вы бутербродов откажете Нет, у нас и печенька У нас и печенька Это мой? Нет, нет У нас и печенька Гроза прошла. Гроза прошла, это все. Я себе на день рождения, Димыч, я себе на день рождения, казалось, еще не пришло. Говорят, в маске работает. А что вы работаете? Ну, мой любимый, венкийский. Что ж время пива? Венкийский. Это какое? Распортное? Нет, венкийский нет, он не распортное. Вот заточка с одной стороны. Где? Пиво! Тут делает один мастер. Где? А где, где? Не в хусте? Где Саня, песковый сынок? Ну, где он живет? Какой Саня? Кто делает? Бохусты делает? Сан Саныч. Кому налить тут челуточек? Это же клинок ковать надо, Димыч. Кстати, я тебе покажу, я вам покажу этот клинок. У тебя что тут? Серьезно. У меня есть тут. Вот так, как бы я чуть-чуть... Ферри его зовут, Ферри. А как я на это? Я буду пьяным. Пауло. Пауло. Папа меня чуть вооружие понимает. Я знаю. Что ж ты мне кажешь? То мало тут идут. Русское слово из Тома. Из Тома. Из Тома. Дорогие друзья. Из Тома. Дорогие друзья. Мы с вами сейчас находимся... Киевское время... Сколько? Димыч. Секундочку. 18.34. Московское время. 18.11. 18.11. Даже не верится. Поскольку видимость изумительная. Андрей. Благодаря ему мы сегодня на этом маршруте. Димыч. Капитан команды. Бессмены наверное. Да. Все же таки. И... Вот туда мы путем. Мы сейчас держим... Куда? Опять наверх? На траверс? На озера. На озера. И только что прошел дождь. Вы видели те моменты, которые я показывал в палатке в дожде. Этот... Да, этот звук, который... Который напоминал... Нет, даже не напоминал. Который показывал, какой сильный дождь в эти минуты. А сейчас мы все находимся. Вот происходит панорамная съемка. Римма тоже делает. А что это вы? Какие-то у вас движения непонятные, Римма Сергеевна. И не забывайте, что жена Анатолия. Он же Анатолий. Да, да, да. Но... Вот. Она находится рядом. Вот так мы сейчас... Да. Здесь находимся. Наши палатки. И даже не верится. Дорогие друзья. Буквально несколько минут назад шел такой дождь. Мы попали в грозу. Центральный фронт грозы прошел над нашим... Над вершиной, да. Высота 1480, да. Над нашим лагерем. И мы сейчас здесь. И готовимся к дальнейшему движению. Дорогие друзья, возникла идея. И мы сейчас, наверное... Глоточек кофе, да. Вот я снимаю крупным планом. Не на правах рекламы. И мы, наверное, сейчас будем делать кофеёк. И Димыч. Димыч сейчас будет колдовать над кофеем. На такой, конечно, высоте кофеёчек выпить. Это будет очень-очень приятно. Да, я тихо, поела. Начинаем собирать лагерь. Дождь закончился. Абсолютно ни одной капли. Даже не верится, что еще несколько минут назад дождь барабанил по крыше наших палаток. Собираемся. И выдвигаемся к озеру. И будем выдвигаться к озеру. Солнце нас лепить не было. О, да, и как можно. А который сейчас? Что знает? Шесть копеек. Шесть копейками, подсказка, да. Сбирайте эти рюкзаки. Даже не верится, что еще буквально несколько минут назад, ну, несколько, минут 15 дождь заливал эти палатки. Оля, там в правом кармане резинки на каремат. А, тут тоже, они резинки за резинки. Я думала, что это сейчас поставили. Оля. И сейчас мы будем сниматься с лагеря. Андрей и Оля снимают палатку. Там еще одна резинка из моего каремата была, где она есть. Не знаете? В боковом кармане должна быть именно в кармане. Андрей, впереди у нас ночевка, да? Там еще одна резинка должна быть. Валяется, может, здесь. Но не пропало же, нет? Я ее туда кладу. Китайцы, зараз найдется. Я могу вылю. Там крышка, кстати. Вот аппарат? Да. У тебя? Отлично. О! Складывается палатка. Андрей. А потом Анатолий. А потом Дима. Все, ребята, не оно здесь. Не, Анатолий явно складывает. Но это классически. Вот так выглядит фирменная палатка в сборе. Она возможна к переносу в любую точку в любое время. Ну вот, сварим кофе. Нет дождя, даже в помине. И не верится, что буквально полчаса назад дождь стучал по стенкам палатки. И Димыч приготовил кофе. Сейчас мы будем кофе купить. Баловаться. Баловаться, да. Ну давай, ты хочешь? Тебе с вершками? Нет, это мне простой кофе. Вы знаете, я понимаю одно, что как бы пить на траверсе кофе. Но когда тебе задают вопрос, а туби с вершками, мне кажется, это уже такое, но чисто снобистское слегка вот такое выражение. Да, конечно. Перебор. Перебор не перебор, но да, нам с вершками. И от этого, как говорится, очень даже и очень... И нам со сливками. Со сливками, да. И от этого очень и очень... Пирожки. У вас пирожки с картошкой есть? Нет, у нас есть бульбы. Аня, с бульбой не треба. О, ой. Теревную жизнь заставляй. А с той стороны, чтобы было тебе, супер. Заходим такая вот бомжарня, оно просто, с поней разбитое. Щопчан и умываем. Всё, я прошу, без Бога. Класс! Конечно. Вообще красота. Генетика, да. То, что, ну, то... Генетика, это процентов 80. Но это не, 80. даже больше. Дождь закончился и группа начинает выдвигаться на хребет. Да, еще облака нависает над нами, но мы надеемся, что этот маленький дождик, который очень ласково капает на нас, не будет каким-то большим препятствием. Поднимаемся на траверс. После окончания дождя, абсолютно штиль, идеальная погода. Наша группа поднялась на хребет, и я тоже стою вот здесь на вершине, которое отделяет нас от самой точки 1480 метров. Ну и Негровиц перед всей нашей крысе, перед нами. С этой точки мы отправляемся дальше. У нас впереди место ночевки. У нас впереди точка подъема. Группа чуть-чуть разорвалась. Да, впереди видим Андрей идет. Ну, мы полностью все за ним. Меня Димыч ждет, Рима. И потихоньку подтягиваемся. И наша цель, вот туда мы идем на вершину. И после этого будет дальнейший трек. То есть, в смысле, для анализа, если брали, то кровь уже была густая, да? Какая-то гулянтовая рука. То есть, если уже брали для анализа, то кровь по густоте уже была такая. На таких высотах кровь такая густая, что штрис не затягивается. Ну да. Выше 7000. Да. Да, это, конечно, такие показатели, они уже были явными. Ну что, ты поднимаешься наверх? Я жду. Ну, мы идем потихоньку. Дорогие друзья, поднимаемся дальше. Димыч замыкающий. Я иду за ним. Гора Горб. Высота 1800 с чем-то. Там, наверху, посмотрим. Точно скажем. А впереди по траверсу, если объектическое захватывает, видите, Риму. Она ждет нас, поджидает. Солнца, конечно, нету. Панорама никакой. Ну, в каком плане панорама? Как бы видим, вот, пожалуйста, перед нами село Негровец. Но солнца нету, поэтому никакой перспективы... Левее. Левее? Нету... Ага. Нету никакой перспективы. Вот мы показали, нету объема. Но что поделаешь, да, и если внимательно посмотрите на линии горизонта, примерно часов 11 увидите вышку. Ну что? Навигатор показывает 1687 метров над уровнем Модре. Над уровнем Моря мы находимся... Вот, пожалуйста, перед вами Калачава, а вот Негровец. Там была оставлена машина. Обе машины были там оставлены. А перед нами панорама Горб. Мы подниматься не будем. Мы буквально ставим пару метров справа. Нам нету смысла. Нам нужно до базового лагеря сейчас успеть. Нас ждут там. И впереди мы идем по траверсу, да, по траверсу до Горба. И высота, как я уже говорил, 1687 метров над уровнем Моря. Продолжаем траверс. Продвигаемся вперед. Справа оставили вершину горы Горб. А впереди Димыч и Рима. И мы должны выйти к месту нашей ночевки на озера ледникового происхождения. И сейчас мы туда направляемся. Там уже впереди раскинут лагерь. Захаров Андрей уже там. И Анатолий тоже там. Гамош. И жена его, Наталья, тоже там. И поэтому мы сейчас будем выходить на маршрут, который ведет по направлению к лагерю. Конечно, неописуемая красота. Пейзажи изумительные. Ну, в принципе, небо в облаках. Тем не менее, красота, конечно, стоит неописуемая. И мы с вами направляемся вперед к базовому лагерю. Конечно, однозначно. Товарищи, какая панорамка. И куда мы вышли? Расскажите. Ёлки-палки. Так, внимание. Сейчас будет снимок. Дима и Рима пошли по тропке вниз. А мы вышли на панораму. Вот, кстати, вверху видим вершину. Крест вы видите все на вершине. По объективу ось. А вот сейчас Рима и Дима спускаются вниз. Это место нашей ночевки. Вот сейчас вы увидите. Вы увидите дым костра. Базовый лагерь. Там разворачиваются две палатки сегодня. И сейчас мы туда будем направляться. А я сделаю снимочек панорамный, поскольку перспектива необычайно красивая. Дорогие друзья, я сейчас стою в подножии горы Горб. Вот она перед вами, гора Горб. Я сейчас буду спускаться вниз. Меня уже зовут. И я хочу сказать вам, что наступило безветрие на перемычке. Ну, практически ветра нету. Погода, ну, хотя и пасмурная. Мы видим впереди в панораме облака. Сейчас я вам их покажу. Звук самолета слышен где-то в поднебесе. И перед нами прекраснейшая панорама, которую вы видите. Вот она перед вами. И там место нашего базового лагеря. Я сейчас отойду. Попробую прозумировать. Вот уже там ребята Анатолий. Да, они уже попробовали костер разложить. Ну, пробую зумировать, что получится, не знаю. Но в панораме все равно, тем не менее, прекраснейшие виды Карпат. И сейчас я буду спускаться к базовому лагерю Ночевка. А завтра Дарвайка и село Негровец. Кольцевой маршрут, окончание, которое мы начали сегодня. Пройдены вершины у нас и Барвинок, вершина Горб. И продолжается наше путешествие дальше. Дорогие друзья, ну вот, в панораме базовый лагерь. Вы видите, это одно из горных озер. Цель нашего путешествия. Попробую прозумировать, но думаю, что качество будет не очень хорошее. Толик уже находится на берегу. И вот эти горные озера, их два. Мы находимся возле первого. Конечно, красота необычайная. Перед вами панорама Карпат. И я хочу сказать только одно, что нельзя передать эти чувства, это впечатление, то, которое здесь наполняет при виде этой панорамы. И вы знаете, что вот сейчас котер внизу разожгли, ребята, и запах доходит сюда, но это порядка 500 метров. И этот запах горящего дерева, да, запах костра, настолько домашнего, который всегда тянет путешественников, необычайно, остро ощущается здесь на высоте. Я хочу сказать, что сегодняшнее путешествие, оно не было бы как бы из-за разряда легких, потому что остановка была машин на паркинг в селе Негровец. После этого подъем, ну и довольно-таки траверс, я бы сказал, более или менее, ну, нельзя сказать, что легкий. Не буду говорить, преувеличивать, что очень сложный, но тем не менее нагрузка ощущается. И я предвкушаю, после того дождя, который мы перенесли, да, после того, как были на полонине Барвинок, я предвкушаю после этого дождя, после палатки с друзьями, этих впечатлений, необычайно ярких. Тут отдых, беседы, вечерний костер, ну, конечно, полонинский чай, это иван-чай, зверобой, материнка, мята, чебрец, Нечуй Виттер, который мы будем готовить вечером за дружескими беседами у длинного, бесконечно длинного, дружеского вечернего огня. Ну что ж, до встречи! Костер уже горит! А меня видно? А меня видно? Ага! Ну что, дорогие друзья, наступил вечер. Стоянка разбита, вот костер, кухня в полном аллюре, я не знаю, сколько здесь, кастрюль три, по идее и блюд должно быть три или как? На кухне, Димыч, Игорь, да, насколько я понимаю? А вот это кроссовочки, это на второе или как? Это на десерт. Я понял, это десерт, товарищи, шикарнейшее блюдо в большом котелке. Анатолий, подсветочку можно или, Димыч, это что, грибочки или что? Там все, грибочки, колбаски. Вкусно, товарищи, я не могу вам передать запах. Для того, чтобы это все почувствовать, нужно непосредственно быть здесь, быть здесь, видеть все это, прочувствовать все это. Ну а, в принципе, цифра все равно не передаст эти ощущения. Ну а лагерь разбитый, я вам сейчас покажу, насколько позволит освещение. Вот оранжевая палатка, капитанская палатка, вот капитанская палатка у нас кто? Капитан Димыч Барабаш, начальник экспедиции у нас Захаров. Мы сегодня прошли неплохих пару-два таких отрезочка. Ну, вот это наше место, я вам покажу, где сегодня мы будем спать. Вот, пожалуйста, у стеночки это Димыч, после этого Рима. Ну и вот натовский мешок этот вот спальный. Наверное, здесь приляжу я, Игорь. И вроде бы еще место остается, четвертое место, да, в этом хостеле. Ну, добре, хорошо. В этом хостеле мы останемся. Вот, и сейчас на палатке у нас, конечно, традиционно мы повесили флаг клуба. Альпийский лис, туристический сервер в Закарпатье. И мы сейчас будем готовиться к ужину. Ну, что, Наталья что-то колдует, ям на что-то колдует. Ну, сумерки наступают, надо успеть все разложить. Это однозначно. Кроме женщины больше никто не порядкует в доме. То ли это походный дом, то ли палаточный. Все равно женская рука и женская рука. Ну, и у нас палатка стоит Андрея. Палатка уже разложена, все. Я не могу вам показать туман, который поднимается снизу. А, вот здесь это что у нас? Как раз Андрей показывает. Ну, что это больше туман или это облака? Это дождь сейчас будет. Это дождь сейчас будет. Ну, очень приятно, спасибо большое. Мы все обрадованы. Хорошо, положимся, как говорится. Положимся на то, на волю обстоятельств.